Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы с вами продолжаем наш курс по управленческому учёту Лекция 3. Основные показатели Мы рассмотрим такой минимум минимумов И поговорим про авторский показатель, который я разработал сам Честно говоря, нигде в литературе я его не встречал Никто из, скажем так, более опытных консультантов мне о нём не рассказывал Даже из Эрнстон Янг или Дилойта Итак, себестоимость Слово, которое уже просто стёрлось, потому что его упоминают везде Собственно, себестоимость, вот опять же это определение с Википедией Это денежная оценка используемого в производстве продукции, работ, услуг, природных ресурсов В общем, всё, что в той или иной форме пошло на производство и сбыт Обратите, пожалуйста, внимание Избыт, это с Википедии Всё это в денежной оценке Итак, на своих проектах я считаю обычную себестоимость продукции полную Я знаю, что существует другое определение полной себестоимости Но я напоминаю вам, что управленческий учёт есть внутреннее дело компании То есть, это себестоимость цепи поставок Это первое, что нужно посчитать Соответственно, что есть себестоимость цепи поставок? Это есть себестоимость по спецификации Плюс остальные расходы по цепи поставок Ну, это складское хранение, логистическая транспортировка, зарплаты ПДО и так далее Посчитали Посчитали Распределили на единицу продукции Получили себестоимость продукции в цепи поставок Дальше Коммерческие расходы Ну, собственно, расходы у нас будут здесь у нас, как всегда Это продажники И, собственно, кто? Ну, маркетологи и так далее Далее Расходы на неокр И расходы на гарантийный ремонт Я знаю про методологию директ-костинг И очень глубоко её уважаю Если кто не в курсе, ну, посмотрите, почитайте Костингов много И АБЦ-костинг, и Таргет-костинг, и каких только костингов нет Важно Важно, да? Что? Гарантийный ремонт, ну, очень редко участвует в костингах Потому что, ну, он постфактум существует Соответственно, получается, что себестоимость можно посчитать только в тот момент, когда гарантийный ремонт закончился До этого момента себестоимость у нас, на мой взгляд, неполная Обратите внимание, если у вас идёт выпуск продукции, которая не имеет гарантийного срока Ну, например, вы выпускаете Вафли, печенье, конфеты То, ну, у вас не промышленное производство, да? Как бы у вас не будет затрат на гарантийный ремонт Я сейчас не говорю про возвраты Соответственно, опять же, брак и возвраты, они входят, если кто не в курсе, в себестоимость, в моём понимании, цепи поставок Вот конкретно затраты на гарантийный ремонт не включаются в себестоимость цепи поставок Ну, или что-то, что понимается как-то так Вот, затраты на гарантийный ремонт, они могут быть достаточно большими Они просто, вот, общим таким кусочком вешаются на финрез Если, вот, посчитать, то выяснится, что с учётом затрат на гарантийный ремонт У вас себестоимость вашей промышленной продукции, например, насосов, которые вы выпускаете, или котла Может сильно поменяться Но, опять же, для того, чтобы это учитывать, надо иметь готовность вести учёт, соответственно, по партиям Себестоимость по партиям В общем, сложности появляются, да? Если для вас это уж очень сложно, то откажите Ну, либо просто распределяйте в общем Ну, грубо говоря, на номенклатуру Ну, либо, ну, это менее точно Либо хотя бы так, как-то откажитесь от этого Но, повторюсь Я хорошо знаю про директ Костя Но Я очень плохо отношусь к тупому вешанию на финрез затрат Это так называемые постоянные затраты В первом видео мы это с вами обсуждали Очень удобно Это постоянные затраты Куда распределять его? Ну, в 1S ERP На финрез На финрез Надо действительно распределять постоянные затраты Это правильно Но Точно ли мы корректно это относим к постоянным затратам? Вот гарантийный ремонт Это постоянные затраты Правда? То есть, ну Вот сколько бы мы ни выпускали Гарантийный ремонт У нас на одинаковую сумму Каждый месяц примерно Как зарплата генерального директора Ну, я прям слышу такой смех за кадром А что вы так смеетесь? То есть Мы можем спрогнозировать Опять же Что есть сумма гарантийного ремонта Это Примерно Частота возникновения Гарантийных обращений по номенклатуре Ну, допустим Каждая десятая Каждая сотая номенклатура Проданная Какого-нибудь там Радио Установки Да, допустим Да Проигрывателя для машины Каждая там сотая Это гарантийный ремонт Статистически мы знаем То есть Примерно в каждый сотый брак Соответственно Мы можем предположить Опять же Что если у нас было выпущено В этом В продажу Был выпущен Не столь важно То есть Ушло в продажу Десять тысяч Каждая сотая Мы там Единственный гарантийный центр То, наверное Около ста придет Ну, кто-то дойдет Кто-то не дойдет Вот Где-то вот так Мы можем предположить Но это непостоянное значение То есть Вы слышите, что Можем, можем, можем Можем То есть Это непостоянно Это уже Во-вторых Это очень сильно зависит Во-первых От объема Выпуска Во-вторых От частоты возникновения проблем Но в нашем случае Критичен именно Показатель объема выпуска Какая бы ни была частота Она все равно То есть Будет умножаться На объем выпуска Это будут условно Планируемые затраты На гарантийный ремонт Получается Затраты на гарантийный ремонт Ну Явно Зависит от объема Потому что Если мы выпустили Два автомобиля Которые Ну скорее всего Сломаются То И затраты у нас Если таких автомобилей Было 20 тысяч Ну мы с вами Видим там В новостях Иногда Форд Или какая-то компания Отзывает 40 тысяч Выпущенных машин На гарантийное Ну по сути На исправление Да Класс Че делать Вот И мы с вами Выяснили Что в итоге Гарантийный ремонт Это Ну Совсем Постоянные расходы Соответственно Великая тяга Как я уже Говорил Да Я к этому веду Вешать все На финрез Она Ну Прямо таки Прослеживается Я вам скажу так На финрез Нужно вешать Только то Что точно Невозможно Распределить На себе Стоимость Хоть по какому-то Методу Да Хоть по какой-то Базе Да Там Зарплату Генерального Директора Или IT-директора Или HR-директора Ну Или Как бы Служб Там IT-HR Их директоров Ну Сложно Очень На самом деле Отнести К переменным Затратам Да Это понятно Не очень сложно Отнести Например К Условно Постоянным Затратам Или фальшивым Так сказать Фальшивым Постоянным Затратам Или вот Затраты На гарантийный Ремонт Вот Соответственно Да Они постоят Здесь Себестоимость Продукции Вы мне можете Сказать Александр А как быть С коммерческими Расходами По базе По базе Вы разработайте Продумайте Базу Каждый раз На каждом Проекте Это приходится Делать с нуля Опять же Например Берем затраты На интернет Магазин От создания Интернет Магазина Мы можем Принять с вами Что стоимость Создания Интернет Магазина Мы все-таки Спишем На постоянные Затраты Как единовременная Некая Некую активность Но мы Ежемесячно Допустим Тратим На Поддержку Его работоспособности И продвижение Допустим Там 250 тысяч Рублей Что нам Мешает 250 тысяч Рублей Распределять По номенклатуре Которая Была Продана В магазине То есть Если реально Была продана Две номенклатуры Мы можем По такому Принципу Распределить А можем Распределять На всю Номенклатуру То есть Мы каждый месяц Например С коммерческими Расходами Сложно Давайте Попроще Возьмем Сначала Пример У нас Есть Складские Затраты У нас Товар Лежит На Складе Это Бесплатно Подождите Например Склад Даже Наш Ладно Он арендованный Пускай Он даже Арендованный Склад Каждый Месяц Платим Миллион Рублей У нас На Складе Лежит 10 Номенклатур Каком-то Количестве Мы Что Не Можем Пропорционально Эти Затраты Распределить То есть Опять же Берем 1S ERP Берем Реально Прям Делаем Пример Складские Затраты Списываем Там Даже Есть Место Возникновения Затрат Склад И Там У вас Лежит Например 10 Номенклатур Мы Говорим Что Распредели По Стоимости Этих Номенклатур Или По Количеству Пропорционально Он Вам Развесит На Стоимость Номенклатур Например Затраты Складское Хранение Себестоимость То есть Вы будете Смотреть Отчет По Себестоимости У вас Будет Стоимость Закупки Доп Расходы Складское Хранение Это Я пока Даже Не про Производство Я Слово Про Производство Пока Не говорил Это Элементарно Например Если У вас Торговый Дум Идет Перепродажа То же Самое С Коммерческими Расходами У вас В месяц Возьмите Например Склад Склад Интернет Магазина Повесьте На него Повесьте На ту Номенклатуру Которая Прошла Через Склад Интернет Магазина Эти Затраты Но Опять Это Все Вот Конкретные Конкретные Моменты Они Все Зависят От Взаимодействия Коммерческого Директора Финансового Директора Айти Директор Обычно В это Не лезет Но В современном Мир Айти Директор Он Не только Айти Директор Он Еще Директор По данным Мы Об этом Будем С вами Говорить Отдельно Поэтому Наверное Он Тоже Должен Принимать Участие Надеюсь Я Рассказал Подробно И понятно Да Расходы На Ниокр Вот Последнее Отступление Я прошу Прощения Смотришь В структуре Затрат Много Много Миллионов Это Что Это Расходы На Ниокр Опять же Почему Они Списаны На Финрез Я Не хочу Сейчас Углубляться Это Достаточно Сложно На Себестоимость Это Не нужно Распределять Зачем Пока Это Все Ляжет На Финансовый Результат Опять На Финансовом Результате У нас Огромная Куча Хорошо Если На самом деле В Аналитике Указан Проект Если Мы берем 1S Ерпи А может Быть Указано Просто Подразделение То есть У нас Месяц Например 25 миллионов Подразделение Отдел Ниокр 125 миллионов Не важно Какая Сумма И ты На это Смотришь Так 125 миллионов Потрачено В службе Ниокр На Разработку Новой Продукции Очень Информативно Очень Вы Меня Поняли Маржинальная Прибыль Ну Опять же Очень Очевидный Совершенно Показатель Это Разница Между Денежками И Между Выручкой От Реализации Да Там 100 Миллионов И переменная Затрата Себестоимость Продаж Соответственно Если Обратить Ерпи Там Это Себестоимость Ну Да Там Это Называется Себестоимость Продаж Если Не Изменяет Память Допустим Это Будет 50 Миллионов Это Маржинальная Прибыль Ну Соответственно Не сложно Догадаться Да Что Для Достижения Точки Безубыточности Маржинальная Прибыль Должна Покрыть Постоянные Затраты Опять же Если Постоянные Затраты Первая Строчка Это Выручка Да Там 100 Миллионов Себестоимость Продаж 25 Миллионов Постоянные Затраты 50 Миллионов Ну Не сложно Догадаться Что у нас В конце Остается 25 Миллионов Прибыль Опять же Она там Еще не Очищенная И всякая Такая Но Еще раз Говорю Маржинальная Прибыль Очень легко Может быть Хорошая Но Там Просто Прибыль У нас Может быть В минусе Ну Соответственно Еще раз Читаем Маржинальная Прибыль Представить Соберет Денежных Средств Реализации Товара И Вклад На Покрытие В точке Безобычности Маржинальная Прибыль Равна Постоянным Затратам Словами У нас Компания Реализует Такой Объем Что Покрывает Все Свои Затраты Но Не Получает Прибыли То есть Она Покрывает Ток Постоянные Затраты Соответственно Маржиналка Должна Быть Больше Постоянных Затрат Повторюсь То Что Она Сильно Даже Там Превышает Допустим Там В полтора Раза Это Еще Не Значит Что Мы Заработали Деньги Так Точка Безубыточности Куча Компаний Ее Не Считает Это Для Меня Просто Нонсенс Но Это Мы Уже С вами Обсудили Объем Производства Реализации Продукции Опять же Первая Ошибка Точка Безубыточности Это Объем Производства Коллеги Я Очень Прошу Воспомнить Что Это Еще И Реализовать Надо То Если Вы Достигли Объема Производства На Точку Безубыточности А Вы В Минусе Даже По Маржиналке Вы Еще Это Не Продали Это Не Просто Объем Производства Это Еще Объем Реализации Но И Это Не Просто Объем Реализации Потому Что Нужно Еще Иметь Реальное Производство Для Этого Ну Здесь Как Б Понятно Вы Можете Сказать Почему Так Мало Показателей Коллеги Научитесь Считать Хотя Б Эти Маржинальную Прибыль По Номенклатуре По Направлению По Сегменту Среднему Научитесь Считать Точку Безубыточности По Каждой Номенклатуре Вот Добейтесь Этого Чтобы В Системе У Вас Ставили Номенклатуру Отчетики И Чтобы Она Показывала Вам SVP То Есть Вот Номенклатура Например Пирожок С Повидлом Какой-нибудь Лапочка 674 Штуки То есть Исходя из данных Прошлого месяца Понятно Да Мы помним Что Ни Сирпи Запросы Ну Закрытие Допустим Мы Формируем Сейчас У нас Идет Ноябрь Я Формирую Такой Отчет И он Мне Говорит 674 Штуки Исходя Из Данных Октября Нужно Выпускать Пирожков Чтобы Достигать По Номенклатуре Конкретно Точки Ну То есть Если что-то Будет Больше Как бы Мы Сможем Уже Получать Прибыль Но Вы Уже Понимаете Понимаете Всю Проблему То есть У нас Вы Понимаете Да То есть Точка Безубыточности Почему Она Считаю Настолько Вот Как бы Ну Кажется Сложной Потому Что У нас Объем Производство Он По Разным Номенклатурам Вот И Когда Мы Пытаемся Посчитать Точку Безубыточности По Всей Компании У нас Получается Адская Чушь Вы Мне Не Верите Вот У вас Компания Допустим Выпускает Батоны Пирожки Конфеты Ну Как Модно В российских Компаниях Большая Редкость Монопродуктовая Линейка В российских Компаниях Простите Это Большая Очень Точку Безубыточности Что у вас Будет Вот У вас В среднем Нужно Произвести Как Посчитать Среднюю Себестоимость Батоны И конфеты Что Это За Дурацкая Цифра Получится Она Нелепа Соответственно Точку Безубыточности Надо Считать По Конкретной Номенкулатории Но Тут Проблема Другая Это Постоянные Затраты Ну То Мы Посчитали Маржинальную Прибыль По Конкретной Номенкулатуре После Чего У нас Есть Допустим Допустим У нас 500 Номенкулатур Наш Продуктовой Линейки У нас Есть 500 Значений Маржинальной Прибыли Ну Вы уже Понимаете Да То есть Она Должна Покрывать Постоянные Затраты Но Постоянные Затраты Это У нас Общее Для всей Номенкулатуры У нас Опять же Не Моноряд Но Мы Высчитываем Некое Среднее Значение Его Сравниваем Отсюда Что мы Понимаем С вами Мы Понимаем Что Управленческий Учет Достаточно Условное Явление Это Не Бухгалтерский Учет Нам Нужны Те Цифры Которые Нашим Управленцам Позволяют Принимать Решение Именно Поэтому Я Очень Рекомендую Как я Говорил Минимизировать В структуре Управленческого Учета Количество Постоянных Затрат Чем Меньше У вас Постоянных Затрат Тем Более Корректный У вас Получается В дальнейшем Сведение Общей Маржинальной Прибыли По Компании Чтобы Потом Ее Сверить А покрывает Она Постоянные Затраты Если у вас 200 разных Продуктов По каждому Разная Маржинальная Прибыль Нужно Сверить Это Средняя Маржинальная Прибыль Вашей Компании Покрывает Постоянные Затраты Или Нет Вы Уже Меня Поняли Опять же Завершая Эту Лекцию Хочется Сказать Все это Лично Мое Субъективное Мнение Но Оно Вот Результат Некого Накупленного Опыта Спасибо За внимание До свидания Субъективное